диоды и стабилитроны. Везде у нас это сила тока, сила тока, сила тока. У нас VF показывает 615 милливольт, потому что это БАД-54. И положение прозвонка. Нас, вот он, гудочек, да, мы когда замыкаем щупы, хотя, насколько мне не изменяет память, это у нас уже стабилитрон, то есть мы их сами производим. Соответственно, у нас здесь есть диоды, то есть вот у нас получается диодный мост, то есть мы из 220 переменного. Здесь вот, если мы приглядимся, и вот под этой вот метка должна быть вот здесь, как грязи этих модулей, да, и можно посмотреть с живого модуля, какой же там катушка индуктивности. Итак, на схемах она обозначается, написано L001, да, 419 микрогенри, было 376 или микрогенри, да. Смотрите, еще раз. Видите, у меня уже этот процесс вот туда-сюда-туда прошел медленней. Это у нас катушка, а вот эти вот зелененькие две штучки, это у нас конденсаторы, то есть мы получаем тот же самый колебательный контур наблюдательного элемента, да, использовать катушку индуктивности. А можем в качестве исполнительного элемента, то есть подаем сюда напряжение 220 диод, да, вот, и то есть он в одну сторону дну и в другую сторону BC847 и стрелочка от вот этой первого контакта, да. Теперь, что касается маркировки его, да, то есть у нас вот, допустим, BC327, R1 и R2, соответственно, R общая. Итак, вторая обмотка подсоединена, и у нас уже, видите, сопротивление, и также они меньше по индуктивности. Давайте включим их в 220 и посмотрим, что же у нас получается. Синусоида. И дальше мы, соответственно, можем ее подцепить сначала сюда. У нас напряжение упало до 3 вольт, здесь 3 ампера. Отрубание вот этой, по сути, они просто разведены, вот видите, вот эти точки. Теперь измеряем этот щуп поставляем здесь, где у нас и земля у осциллографов. Сюда поднять, то есть вот эту вот часть, вот эту вот часть с помощью конденсаторов, проще. Просто вот эту вот часть, которая шла вниз, да, вот видите, вот ноль. Вот я его подцепляю, отобрал, подцепил. Как видите, конденсаторов много не бывает. Все равно есть у нас вот этим разбросом. Они либо маленькие, либо большие. Порядка там десятых вольта перепады, да, но это достаточно незначительно. Но видите, у него уже здесь есть обозначение какое-то, как вот типа у диода. То есть тоненькая-тоненькая бумажка, она промасленная. Ну и третий вид, который я хочу вам показать, конденсаторов, это конденсаторы танталовые. Что мы делаем? Мы ставим 350 градусов. Здесь у нас 10 микрофарад. То есть вот этот вот значочек перед буковкой F означает микро. То есть это, по сути, насколько конденсатор еще хорош, да. И R у нас, вот это внутреннее его, да, и вот это R, да. Если вот это все объединить, второй мы, который рассмотрим, это будет буфер. По сути, то же самое, как у нас была инверсия, вот, ну, в самом первом примере, да. Также с точности обозначается, но тем не менее понятно. Здесь у нас добавилась еще одна вот такая палочка. Точечка, ключ микросхемы находится сверху. И слева, так, у нас здесь, допустим, будет Y2, Y1, Y0. Это микросхемы, да. И в зависимости от того, какие у нас... Дальше добавляем единичку. 1, 1, 3. И смотрите, здесь у нас, я вот сейчас щупом буду трогаться. Вот у нас здесь тоже картиночка. Это мы сделали уже частоту тут 200 миллисекунд. Как понять, где VCC, где VE, где плюс, где минус, запомнить, да. VCC. Первый щуп у нас стоит на входе. То есть, что у нас выходит вот с генератора. Вот у нас этот график, он... То есть, он у нас вот такой вот. Так в Европе и России резистор принято обозначать вот так вот. В резисторе мы крутим. Сюда вставляем отверточку. Устройство есть вот одно вот здесь, где самое узенькое место. Второе. Здесь написано RV001. Дальше у нас будет... Коммутировал что-то, потом и убрал, да. То есть, у нас что произойдет? Допустим, у нас вот так вот идет, идет. И вот так вот. Йопс. А изначально у меня было вот такое модуль. И здесь, как видите, практически нету этих резисторов. Вот только, ну, один. Также здесь вот с тремя цифрами и с четырьмя цифрами обозначения, да. У меня все равно идет потребление, пока идет. Сейчас мы будем рассказывать, почему, вообще, зачем здесь ставят диод в цепи. Нажал кнопку, пять вольт. Отпустил кнопку. Смотрите, у нас что произошло. Что придумали для того, чтобы коммутировать все-таки нашу переменную нагрузку, да. То есть, с переменным током. Здесь опять будет, там опять не будет. То есть, пол волны мы теряем, как бы, из-за тиристора. То есть, понимаете, то есть, нету никакой, кроме как свечения, электрической связи вот этой части схемы. Чуть-чуть пищит, да. И здесь у нас, соответственно, открывается. То есть, ну, если мы... Любая плата, любая схема, любое электронное устройство состоит из двух типов элементов. Вот он у нас, да. То есть, видите, здесь у нас микросхема есть. Нелинейный график, нелинейная зависимость. Получается пять миллиампер. У нас первый контакт, вот у нас восьмой. То есть, нумерация, как идет осциллографа, да. Конденсатор у нас, емкость не меняется. А резистор у нас меняется, его переменная составляющая, да. Я меняю, кручу вот этот вот резистор. Ну, и, собственно говоря, по картинке даже видно. Так, сейчас подкрутим. Оп, видите, какой густой такой. Оп. И вот мы ее куда-нибудь сюда можем их там хоть сколько штук нафигачить. Также правой кнопкой отщелкиваем. Наши компоненты прямо вот так вот накидаем. Вот. Ну, по крайней мере, мы уже видим то, что мы, по сути, собирали. Значительно его усложнили. Но нам нужно вот это. AMS 1117 3.3. Соответственно, 3.3 вольта. Точно так же есть вход. А у LM317 немножко другое расположение. То есть, смотрите, у нас как бы перевернуто. То есть, сначала мы просто делаем перекидку сюда. И дальше вот осциллом мы смотрим. Так, смотрите, у нас есть осциллограф. И вот я кручу. Ставим диодик, да, который в случае чего просто-напросто не даст нам... Продолжение следует...